И снова я в лесу. Смотрите как тут красиво. Болото морошковое. Обычно здесь много морошки. В этом году здесь очень мало. Сейчас подсобираю, что здесь найду и пойду дальше. На место, куда я иду, в толстях 800 метров. Когда я в последний раз, там морошка свела еще. В 20-х числах. Здесь маленькие экземпляры попадаются. Что касается черники. Черника есть. Ее как бы много, но она наполовину зрелая. Я немножко забрал где-то. Стаканчик спелый, хороший. Твердый, такой плотный. Но она встречается почему-то на болоте. Такая нормальная. Здесь вот полно ее. Но она еще не съедобная. Не знаю, как она поспеет. А брусника вообще... Брусника вся бурая. Ее еще только начинает поспевать. Так что где-то в середине сентября можно будет идти за сверникой. Ну вот, если видно. Вот часть спелая. Там крупненькая есть. Часть очень мелкая. Часть зеленая. Поэтому собирать смысла нет. Если только... Так, немножко найду литрик этим собрать. А остальное оставить до лучших времен. Попозже прийти за небес конечно заморозков не будет. Уже после заморозков она становится уже противной. Вот такая. Тут ее много. Вертолет где-то летит. Тут часто вертолеты летают. А, вон. Там вот вертолетик. Не знаю, обидно или нет. Но вон там где-то летит. Они летают постоянно. Сегодня в лесу очень сильный ветер. Выбрал место, где относительно его нет. За сопкой этого. Наверху он очень сильно все вылетает. Морожки нет, как я и говорил. У меня видео есть предыдущее. Я в июле снимал мой прогноз на морожку. Я говорил, что морожка или будет, или не будет, или она будет очень поздно. Так как я собираю спелую морожку. На то я не успевал. Я пришел, она еще только цвела. Сейчас пришел на эти места. Или собрали уже. Но она была... То, что я нашел, она была уже спелая. Так, где-то тут гриб. Смотрите, какой гриб. Конечно, такой брать не буду. Погода сегодня жаркая, но слишком сильный ветер. Какой-то пронизывающий, холодный. Ветра нет, очень жарко, когда на метро на сопочке полежал, отдохнул. Я там реально замерз даже. Вот иду. Вот на ту сопку. Немножко грибов пособираю и домой. Вот я как раз пройдусь мимо этого болотца. Обычно она пустое. Ну, мало ли. Места. Марушка бывает отдыхает. Бывает, что нет ее на этом месте. Несколько лет. А потом приходишь, все в Марушке. Чем мне нравится Брамыс? Ну, вроде недалеко. И людей здесь нет. Здесь очень мало людей ходит. К счастью. Ну, к моему счастью. Отличаются довольно редко. По выходным так, ну, бабушки. У молодежи машины. И они считают, что лучше собирать там где-нибудь далеко. Приезжаешь, ну, тоже было дело. Приехали в лес. А там машин и грибников больше, чем грибов. Какие здесь места красивые. Отличные места. Вот дорожки риммингов. Я еще тут встретил. Что-то мне не удалось все поймать. Ряд под Кандалакши. Грибники встретили трех гадюк. Видели. Хорошо, что у нас такие не водятся. Вон, это же и город близко. Километров с четырех от меня. Ряд под Кандалакши. Прямой. Так на самом деле дольше. Вот что у нас. Черника. Морошка. Допустим, вот одна морожка. Ягодка. Две ягодки. Две ягодки. Две ягодки. Две ягодки. Две ягодки. Включайся опять. место где я сейчас нахожусь называется теплые ручьи или ручье теплого как так не знаю почему или по фамилии на ручье оно мало похоже здесь в этом месте я собираю щавель как раз начало ручьев ну и если идти туда вниз 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 там можно увидеть малину там растет малина несколько лет назад я посадил здесь малину тоже недалеко от этого места но к сожалению она почему-то не прижилась несмотря на такое название здесь вызревает все намного дольше чем даже по серебрянке по печенге все уже собирают допустим чернику а я своих местах еще нахожусь зеленый ну может не в первую кисловатую может они собирают тоже не спела не знаю такие красоты у нас вот морожки чуть-чуть черникой в году не повезло том году порядка 30 литров набрал я не помню прошли предыдущие видео смотреть с того года там ездит это показываю за два раза смотрите как здесь шикарно еще конить не хочется здесь скоро автобус сегодняшний поход закончен результат вот сколько грибов пол пакетика и показывал сколько морожки ученик собирал только чисто детям поесть вот такой у меня сегодня не очень удачный заход в лес но как не удачный не удачный плане поиска грибов и морожки а так я кажется поход в лес считаю удачным даже если сильно замерзну попаду под дождь все равно лес это это очень здорово всем рекомендую выходные проводить лесу погода удалась вот я уже выхожу из леса вот рабочие ставят эти штуки что-то сегодня их не видимо что не на обеде или хобби хобби может закончится не знаю грибы все-таки грибов все больше и больше становится очень много червей их очень сожалению завтра надеюсь еще сходить в лес а это не черная полоса завтра смотрите здесь уже дорога слышно там ручеек очень красивый я пробирался сюда вот шел там если видно сейчас увеличу вот на кино земля там яму сделали там довольно сложно пройти так я не знал что у нас в лесу такой чернозем такая черная земля и и довольно много думал что какой слой тонкий а нет вполне тут даже пахнет когда идешь запах земли как средней полосе если что теперь ходить здесь неудобно можно даже домой взять для цветов такую землицу все всем удачи эти какие бока